Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снова у меня такой домашний влог. Мама сегодня будет у меня готовить салатик вкусный такой из перца, как я вам обещала показать, из болгарского перца и солёных огурчиков. А также мы с мамой покажем вам нашу посылку с сайта iHerb. Я её получила, заказала там всякие вкусности для мамы и не только. Так что сейчас покажем. Вот наша посылочка коробочкам. Опять воздух. Опять воздух. С чего начнём? Чего-то такое. Да, я посмотрю. Это цикорий со вкусом орешек. Сейчас мы с мамой, кстати, попробуем. Помнишь, я тебе говорила? Да, надо баночку перейти. А она там... Органический цикорий с орешками. Ну, попробуй. В принципе, ради этого я и делала заказ. Ну, давай дальше. Да, следующее. Ммм. Вкусняшки. Следующее у нас, да, раз у нас тут чайная такая тема пошла, то я заказала на пробу вот такие крекеры. Но это, правда, они не сладкие. Они какие-то... Не помню, какие. Не помню, какие. Нужно. Это чиппли от мальчишек. Ну, это чиппли. Мальчишкам, да, вот эти. Кстати, понравились они им. В прошлый раз вкусные. Ого! Какая. Да. А это вот как раз кофе из кофеина. Мне одна девушка писала, что в Ленте продается в отделе для диабетиков. Нет, девочки, нету там этого кофе. Его разбирают потому что. Да, вот мама говорит, мама тоже смотрела в таких отделах. А я не только в Ленте смотрела. Везде, да. Я во всех, которые вот в городе бывают, там захожу, там магазин, и всегда. Вот нету. Нету, да, разбирают. Поэтому я маме заказала вот такую большую банку. Да. Вот это вот Nescafe. Вот такой. Мне девушка одна писала, что нужно кофе, который в турке варить. Но я говорю, что мама не будет варить себе по утрам. Да, мама как-то не очень любитель в турках варить. Поэтому. У меня убегает кофе. Да, она забывает. Ой, серьезно. Потому что отвлекают. Да. То это, то это, то коты, то собаки. Ой, ну. Да. Поэтому вот такой маме. Сейчас мы попробуем с ней как раз попьем. с печенками. Да. Это что это такое? Это, это кондиционер для волос. Вот, вот этой марки Пальмерс, которая мне очень нравится. Которая и нам с мамой нравится. Да. Открой. Да. Открой. Это, которое вот такое масло для ног, для рук, которое мы используем. И крем для тела они делают. И я уже взяла у них еще шампунь. Это кондиционер. А мы что, сейчас подойдите, все по порядку. И шампунь я еще взяла. Так что, не знаю. Как удобно вот с этой. Опа. А чем пахнет? Вкусняшкой. 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 Вообще пахнет таким кокосом. Пахнет кокосом. Так что мы с мамой тоже. Короче, мы сейчас с тобой намоемся. Кофе напьемся. И будем пить кофе. Будем балдеть. Да? Да. И будем телевизор смотреть. Так, а это тоже. Такая вот. А это шампунь из этой же серии. Тоже пахнет как кокосом. В общем, попробую, а потом расскажу. Какие такие новиночки. Это детский. Что вы скрылась? Это я детям купила. Тоже от... Не знаю, от какой марки. Вот это какой-то такой. У нее отзывы были очень хорошие. Ты открой, понюхаем. Мэйт. Вот. Американцы. Ну да. Трамповский. 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 Сейчас свою шевелюру будет. Это детский. Ему уже за 70, он уже как дитё. Как дитё. Ну. С конфетами по телевизору показывает. Вот. Сосал в леденец. Да? Ну. А что, не ездил? Нет. Показывал всем. Да? Открой. Понял. Слушайте, пахнет какой-то кокосовой жвачкой. Очень вкусно. Главное жвачкой. Да. Угу. Вот это тоже от кровати? А, это я себе заказала... Это я себе заказала патчи для глаз. Вот эти силикон? Ну да. А какого цвета они? А эти должны быть золотые. Не, не открывай пока. А эти точка какая-то? У меня там уже мои эти заканчиваются. Да. А я заказала себе вот такие вот еще попробовать. Вот. Но потом тоже он расскажет. Они черные такие. Знаешь, как у вампира. Есть черные, да. Вот эти... Я не помню. Вот эти золотые, по-моему. Знаешь как? Ну это неинтересно. Все. Все. Все получается. Водок много. Вот такой вот у нас получился заказ. Сейчас мамой будем пробовать. А это смотри с улиткой. Да. Слушай, а правда черные. Представляешь, как красиво было бы. Да. Но черные там тоже продаются. Красные губы и так это наши. Реклама у нас в Питере в метро. Там какие-то вампиреныши. Мама прикалывается надо мной. Чего? Знаешь, как интересно. Везде. Как вы в метро спускаете, там все время идти. С зубками, да с этими. Хорошо. Давай сейчас заварим с тобой. Попробуем. Да. Мама у меня тут свой цикорий уже пересыпает в баночку. Да, потому что... Судя тоже из-под масла, которое маме очень нравится. Вот оно у нее закончилось, а баночку она оставила. Да. Она хорошая. Хорошая крышка. Угу. Подожди, дай покажу. Угу. И видите там, смотрите, прям реально орешки. И пахнет орешками. Просто. Это вот не то, что вот... Ты помнишь, ты кофе мне купила с орешками? Вот я ее добавляю. Да. Ну, такие химозные немножко были. Ах! Да, там... Угу. Да. Сейчас мы будем заваривать. В общем, мы тут с мамой заварили уже. Это кофе, которое без кофеина. А вот это цикорий, который с орешками. Видите, какой он получился. Мы с мамой думаем, что нужно, наверное, вот в такой штуке маме заваривать. Нет. Или под прессом. Да. У меня нет пресса. Нет пресса? Нет. Это старая. Вот такая вот у мамы штучка есть. Она в ней, наверное, будет заваривать. Потому что, видите, он какой... Но здесь как бы натуральные орешки. То есть не... Да. Видите? Дробленые орешки. Да. Дробленые. Очень вкусно. По вкусу, как кофе с орешками, только некрепкий. А вот этот по вкусу, как просто кофе, некрепкий. Сильно разбавленный такой. Ну, вот такой. Ну, как я очень люблю. Некрепкий. Слабый кофе. Да. Вот как мама обычно себе заваривает. Но реально по вкусу кофе. Причем хорошее кофе. Не то, что там какая-то химозина. А тебе понравилось? Очень. Еще мы тут с мамой вот эти штучки попробовали, пока наши мужики нас не увидели. Ага. Они там. Тоже очень вкусные крекеры. Они... Я не помню, с каким вкусом я взяла, но я вам ссылку оставлю внизу. Вот. Они как эти... Как такие чипсики. Очень вкусные. Ну, это сейчас на 5 секунд, ребята. Так что... А может, это в турке надо варить? Я не буду в турке заваривать. Не будешь? Будешь вот в этой заваривать. Да. Ну, то, что как раньше я ромашку заваривала, вот это все затрывала в маленькие дырочки. А в турке... Ну, да. Ну, попробуй. Я и то, и то попробую. Ну, вообще он заваривается и седает туда. Ну, по вкусу очень вкусный. Вот. Единственное, что мы не знаем, что с этим делать, со всем делом. Но есть его тоже. Это же полезно. Гущу съел. Да. По вкусу запил и это самое, и закусил. Ну, да. Уфитенький. Вот. Ну, а вот это реально кофе. Вкусно. То есть оно даже не горчит. Ну, вот. Я говорю, поэтому его и разбирают. У многих же сейчас давление высокое. Ну, да. А кофе все любят. А кофе все любят. Не всем полезно, не всем можно. Так что вот эту штучку я вам очень сильно рекомендую. Даже если я кофеман. Вот мне надо, мне кажется, переходить на такую фигню. Кстати, да. А то я литрами пью это кофе. Никак себе отучить молоку. Ну, я тебе помогаю, иногда бывает. Да. Ну, я себе никак отучить от кофе не могу. Но вот это вот прям реально вкусно. Очень. Так нет, с кафе оно все равно хорошее. А вот это вот я даже сижу, я чувствую аромат орешков. Да. Очень классно. Так что, девочки, я вам советую. Вот это. Единственное, что да. Вот вопрос, как его заваривать. Наверное, может быть, в этом в прессе. Тебе надо просто маленький такой чаричек пресса купить. У нас был он сломанный. Сломанный. Ну, надо просто маленький купить себе такой. На тебя только. Который вот так вот. Да. Да. И вот так вот заваривать вот этот цикорий и пить. Точно. Да, точно. Надо маленький. Есть же маленькие такие небольшие. Но вот это реально очень ароматно. Вкусно. Кто вот любит из вас цикорий, я прям советую. Там, кстати, я вам ссылку оставлю. Там зайдете. Там очень много вкусов. Не только орешки. Ну, так как маме нравится кофе с орешками, я с орешками купила. А там еще с ванилью, по-моему, есть. Есть еще с чем-то. То есть разные вкусы, да. Так что в следующий раз я какой-нибудь еще вам вкус скажу. Главное, ну, понимаешь, оно чувствуется. А вот советский я покупала там голубик какой-то, помнишь, там женщину каким-то. Ага. Ну, там ничего не чувствуется. Ну, да. Поэтому я и добавляла вот тот химозный кофе, который там химий. Правда, я вот на такую, это сам, на такую чашку я клала пол-ложечки, потому что он такой ух ядерный. Угу. Там. Вот. Так что вот так вот. Очень советую. Да, очень вкусно. Маме понравилось. Угу. Ну, и теперь все время заказывать. Вот. Да. Ну, и пойдем делать салат, да? Угу. Что за салат? Ну, я называю его охотничий. Почему? Потому что раньше такие консервы продавались. Охотничий салат венгерского производства. Или болгарский такие были. Угу. Вот. Вот. Вот он. Вот он немножко похож на него. Вкусненький был. Угу. Палатик. Там все просто. Его можно готовить и осенью, и зимой, и когда уходим. Когда охота. Угу. Вот. Как бы идут сочетаемые и несочетаемые продукты. То есть идут не малосольные соленые консервированные огурцы. Не соленые консервированные. Яблоки. Перец. Яблоки свежие. Перец свежий. Маринованный лук. Все. Меня, кстати, спрашивали, как ты маринуешь лук? Мариновый? Да. Ну, вот. Как? Ну, как? Что ты туда добавляешь? Я водичку добавляю. Соль. Сахар. Уксус. И в этот раз я положила растительное масло. Льняное. Угу. Ну, для пробы. Для пробы. Она у нас стоит. Потихонечку я его добавляю везде. Вот. И вот я его замариновала. И вот оно у меня... А сколько ты маринуешь? А не знаю. Ну, полчаса, час, когда. Если в горячую воду положить, ну, как бы не совсем горячую, а как бы теплую, то это быстро получается маринованной. А если вот так вот холодную, как у меня, ну, в принципе, как бы из-под крана вода там такая вот, то это можно и полчаса или час там. Угу. Угу. Вот нарезаю. Сейчас я буду нарезать огурцы. Я их в бруслачок, чтобы сок стек. Не было этого в обличке с огурцом. Потом нарежу. Нарезаю соломкой. Угу. Нарезаю соломкой яблоки и нарезаю соломкой перец. А лук? А лук он уже замаринованный тоже соломкой. Он вот такой вот лежит. Угу. Вот и все. Угу. Вот такой вот. Вот мама все порезала. Да. Все сложила. Одно яблочко у тебя ушло, да? Да. Значит, тут такая пикантность должна быть. Во-первых, пропорции. Пропорция должна быть, значит, из расчета. Как бы, вот я взяла побольше огурцов, значит, одна часть огурцов. Угу. Две части перца и две части яблок. Угу. Ну, как бы, ну, образно говоря, на один огурец, два небольших перца и два яблочка. Угу. Угу. Надо смотреть это смотреть. То есть не надо много огурцов. Угу. 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 была поскольку лук маринованный и огурец немножко маринованный то получается вот за счет лука вот такая немножко пикантность то есть необычное сочетание сладкого яблок но я пока тоже давно быть крепкая вот яблоко и маринованного огурца конечно вкусно у меня немножко не соленоватенькие а есть такие вот огурцы один год у нас был сладковатая сладковатый консервированные очень вкусно смотреться огурцов не должно быть много не должно быть основной конечно перец 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 соломкой яблочко соломкой вот вот получилось вот на это у меня вот одно такое яблоко соломочкой перец болгарский здоровый вот или лука вот этого вот этого огурца я отжимала то есть вот оно мало того что у меня стекло я его еще отжимала то есть чтобы не было сука вот и заправляете вот обыкновенным маслом то есть не каким-нибудь ну опять же это фильм на любители не каким-нибудь таким похучим дам каким-нибудь а вот таким вот обыкновенным вот и очень вкусно вот и ну единственно конечно а которая баночка была там конечно нарезка была тоненько-тоненько такая лапша видно я называю это лазером лазером порезано точно точно прямо с таким вот но здесь вот вот так вот то есть это необычно это можно и чем он салат хорошо ну как бы перец у нас теперь круглый год вот болгарский потому что если вот например как у нас бывает ласточку покупаешь ну там попадается она видно переопыряется получается да такие прямо горечь поэтому вот этот болгарский перец он толстостенный еще красиво знаете как например там красный перец зеленый этот самый желтая яблочко то есть вот такой вот сейчас разноцветие вот ну можно сюда еще зеленушки но мы зеленушки не кладем из-за того что мальчишки у нас не едят да они вас не любят это грязь кричат они это не должно быть вот вот такое вот кстати мировой закусон мировой компаниях любят мужички под воду вообще на холодную водочку горячая картошка вообще вот и еще мама говорит что соль сюда не нужно добавлять нет ни соль ни сахар ничего это должна попробовать может кто-то любит вообще ну да на любителя конечно да потому что в принципе вот этого все лук маринованный огурец соленый сладко яблоко все есть только масло добавить и все еще хочу показать вам небольшой но все-таки свой собственный урожай вот такой вот это я прошлась уже после того как дети с утра у меня пробежались по грядочкам вот у нас собралась землянику вот это вот земляничка миленькая и клубничку тоже собрала у нас клубника не так давно началась земляника тоже не так давно началась но у нас знаете такие разные сорта есть ремонтанная ремонтанная на пол называется до которая начинает вот вот уже сейчас и до августа до конца августа она у нас цветет и дает ягодки но ягодки она дает к сожалению вот таким меленькие вот поэтому обычно дети их не собирают а есть у меня еще очень крупная такая прямо такие огромные ягоды клубника но во-первых первыми срывает дети вот они очень вкусные пусть срывают она у меня еще не созрела еще не началась то есть уже ягоды есть слегка покраснели но еще не началась но в общем такой первый урожаю такая мисочка мне кажется неплохо и кстати вот эту землянику моя мама выращивала из семян то есть она покупала семена и выращивала и вот в прошлом году она давала чуть-чуть урожай и в этом году она уже больше я смотрю дает урожая общем собрала мисочку такой но пока ничего не буду из этого делать обычно я замораживаю но сейчас так как только началось еще не наелись все я начинаю замораживать только после того как особенности дети наедятся потому что вот это самое полезное с грядки сорвать и слопать вот муж тоже вечером придет с работы поклюет немножко если он достанется вот а так я ее просто обычно замораживаю потому что варенье у нас никто не любит к сожалению но все равно можно можно нас с мамой поздравить наши труды пока вот такой маленькой мисочкой но это это после того как дети уже попаслись но все-таки и кстати еще хотела ответить у меня спрашивают по поводу доставки сайхерб но я все время заказываю примерно где-то на 4000 чтобы доставка у меня была бесплатная и пункт выдачи то есть сама потом еду забираю вот как-то так но сейчас у меня тоже получилось заказ на 44 с хвостиком в общем доставка у меня бесплатно но я как-то знаете все время жаба души за доставку платить в общем вот так ну и на сегодня я буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось это видео оно было для вас полезным и интересным ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую и до новых встреч